На дорогах к Калифорнии ураганный ветер сносит грузовики. В результате шторма в этом штате уже погибли 9 человек. В Порт-Майерсе грабитель захватил заложников в банке. Будьте осторожны, в молочных продуктах найдена листерия. Госпитализированы десятки людей. В Чикаго бастуют учителя чартерных школ. Кто угрожал Нике Хейли? Она просит защиты секретной службы США и проигрывает в Неваде кандидату против всех. Об этом и о том, как складывались непростые взаимоотношения Хейли с Трампом, Гарри Книгнинский. В Сенате США провалился законопроект о защите границы и помощи Украине. В каких штатах вернуть деньги обманутым держателям продовольственных карточек? Все больше магазинов закрывают товар на замок. Водителям такси, лифт и убер обещают поднять зарплату. Что делать, если вашей компанией заинтересовалась налоговая служба? И как не допустить этого? Сеть магазинов Таргет может вести платное членство, где в Америке популярны не магазинные, а домашние яйца. Посмотри, меня курочки окружают. И в Калифорнии медведь предсказал победителя Супербола в этом году. Досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Устраивайтесь поудобнее, новостей много, как обычно в это время на YouTube-канале Бюро. Я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на Бюро. Ну а мы начинаем. Уже 9 человек погибли в Калифорнии из-за катастрофического шторма и наводнений. Многие здания разрушены, их просто смыло водой. Во время шторма, который уже называют историческим, в южной части штата выпала половина годовой нормы осадков. В округе Санта-Барбара спасли 45 человек. Их дома буквально нависли над обрывом. Всего из-за стихии погибли 9 человек. В основном причиной смерти стали упавшие деревья или затопленные машины. 8 округов штата ввели чрезвычайное положение. Ну а в Сакраменто видеорегистратор зафиксировал, как порывистый ветер сносит с дороги грузовик. Только по счастливой случайности в этом ДТП никто не пострадал. Известно, что авария произошла на трассе Ай-5 Сакраменто. Конечно, надо отдать должное не только водителю фуры, но и Хонды. Она ехала за грузовиком. Водитель успел в считанные секунды уйти влево, чтобы в машину не влетел прицеп от грузовика. Ну а во Флориде, в городе Форт-Майерс, грабитель захватил заложника в банке. Свидетели рассказали, что мужчина ворвался в отделение Бэнк оф Америка. Он начал кричать и угрожал, что вооружен бомбой. Затем он перепрыгнул через стойку кассира и взял двух человек в заложники. На место здесь же прибыл спецназ. Снайперу удалось застрелить преступника. Другим новостям в Сан-Диего пропал военный вертолет. На его борту были пятеро морских пехотинцев. Вертолет вылетел с базы недалеко от Лас-Вегаса. В это время в Неваде разразился снежный шторм, и самолет пропал с радаров. Сейчас военные ведут поиски, но это крайне сложно из-за большого количества снега. По последним данным, спасателям удалось обнаружить обломки вертолета. Так что, скорее всего, все, кто находились на борту этого вертолета, погибли. Прямо сейчас жуткая история из Бруклина. Там задержали мужчину, который убил квартиранта за неуплату. Более того, убийца расчленил тело и спрятал его в холодильнике. Преступление произошло еще год назад. В районе Флетбуш пропал некий Каушин Гельзер. Его мать обратилась в полицию. Вот только сейчас выяснилось, что мужчина не смог заплатить за аренду, и хозяин квартиры избил его до смерти. Преступник уже во всем сознался. В ближайшее время он предстанет перед судом. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и напишите пару слов в комментариях, откуда вы нас смотрите и какие бы темы вы бы хотели обсудить здесь, на YouTube-канале Бюро. Мы продолжаем. CDC предупреждает о том, что некоторые молочные продукты могут быть заражены листерией. Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что в 11 штатах зафиксирована вспышка листериоза. При этом два человека уже умерли, еще 23 были госпитализированы. Опасная продукция распространялась по всей стране. Это сыр, йогурт, сметана. Зараженные молочные продукты можно было купить даже в известной сети магазинов Whole Foods. Ну вот в описании к этому видео мы оставим ссылку на CDC, чтобы вы смогли проверить, нет ли у вас в холодильнике опасных продуктов. 57 детей умерли в Америке от гриппа. Это данные на этот зимний сезон. Число оказалось вдое меньше, чем год назад. Но, тем не менее, медики советуют всем прививаться от гриппа. По статистике, около 90% всех погибших детей оказываются непривитыми. Вакцинация зачастую не спасает от самого заболевания, но эффективна для предотвращения наиболее тяжелых осложнений. Особенно важно прививать детей до 5 лет, поскольку это самый уязвимый возраст. Если же ваш ребенок все же заболел гриппом, обращайте внимание на длительную высокую температуру, затрудненное дыхание, бледную кожу, боли в груди и изменение сознания. В этих случаях ребенка нужно срочно показать врачу. Ну и вот как ситуацию с гриппом из Атланты нам прокомментировал эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Очень важно понимать, что это маленькие дети. Это всегда огромная трагедия, как мы все знаем. Кроме того, группа пожилых тоже очень чувствительна к гриппу. И эти две группы должны быть обязательно вакцинированы. С другой стороны, сейчас идет конец сезона. И сейчас будет случаев просто меньше и меньше и меньше, поэтому, так сказать, профилактическая способность вакцины будет просто меньше, потому что меньше случаев. Но для нас с вами, так сказать, в бытовом смысле, самое главное подготовить своих маленьких детей и пожилых родителей к следующему сезону. Вот к ноябрю надо обязательно появиться гриппа. К ноябрю 24-го года, чтобы следующий сезон наши близкие были защищены. И, в принципе, вакцина очень хорошая, безвредная, безопасная. И я рекомендую всем прием вакцина. Я сам прием. И, таким образом, гриппом не будете болеть. А это, в общем, сохранит вам много проблем со здоровьем. В Атланте перегружены больницы. Иногда скорым приходится везти больных в другие районы за десятки километров. Такая ситуация сложилась в городе после того, как в 22-м году здесь закрыли медицинский центр Атланты. Население мегаполиса продолжает расти, поэтому ситуация усугубляется. Но вот если вы нас смотрите в Джорджии, то напишите, пожалуйста, в комментариях, нет ли у вас проблем с оказанием медицинской помощи. Ну а вот в Чикаго второй день бастуют учителя чартерных латиноамериканских школ. Они вышли на митинг после того, как переговоры с руководством сети школ прервались. Учителя требуют от школ нанять больше сотрудников, повысить им зарплату и предоставить убежище ученикам и сотрудникам-иммигрантам. Профсоюз также обвиняет школьных чиновников в нецелевом использовании средств. Ну и сегодня как раз стали известны подробности коррупционного скандала в Нью-Йорке. Накануне там задержали 70 бывших и нынешних сотрудников мэрии. Они работали в департаменте жилищного строительства. Как выяснилось, в течение 10 лет руководство жилищных комплексов, так называемых праджектов, раздавало контракты на обслуживание и ремонт жилья за взятки. Журналистам удалось узнать несколько историй людей, которым предъявлены обвинения. Так, один из управляющих в Бронксе якобы получил взятки на сумму не менее 80 тысяч долларов. Его задержали, несмотря на то, что он уже не работает там. Ну вот другой управляющий домами в Бруклине и Квинсе заработал не менее 70 тысяч на взятках. Ну, по крайней мере, так считает следствие. Американцы задолжали больше триллиона долларов по кредитным картам. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, это очередной рекорд. Эксперты предполагают, что активное использование кредиток и долги связаны с финансовыми трудностями. Особенно это касается молодых американцев с низкими доходами. Просрочки по кредитным картам также выросли более чем вдвое в прошлом году. В Мэриленде вернуть деньги обманутым держателям продовольственных карточек. Раньше в штате действовали правила, по которым фактически невозможно было возвращать средства украденные социальных карт, на которых начисляют пособия. Ну вот теперь чиновники обещают упростить эту процедуру. Вполне возможно, возвращать украденные деньги с так называемых футстемпов будут и в других штатах. Но об этом мы вам обязательно сообщим. Жители Нью-Йорка сегодня столкнулись с проблемами на дорогах. Многие улицы Манхэттена перекрыли из-за визита Джо Байдена. Президент США прилетел в Нью-Йорк на один день. Он провел три мероприятия в рамках своей избирательной кампании. Но там ничего интересного не было. В общем, обошлось без сенсации. Ну и хотя визит не связан с исполнением государственных дел, секретная служба и полиция города все равно перекрыла несколько магистралей. Но уже вечером Байден возвращается в Вашингтон. Ну а в Сенате США провалился законопроект о защите границы и помощи Украине. Документу не хватило голосов даже на первом, процедурном рассмотрении. Кстати, против проголосовал даже лидер республиканцев в Сенате Мич Макконнелл. Он ранее много раз говорил о поддержке Украины. Но в итоге под давлением однопартийцев сказал документу «нет». Напомню, что и альтернативный вариант от Майка Джонсона также провалился в Конгрессе. Демократы сейчас предлагают вынести на обсуждение отдельный законопроект только о помощи Украине. Но почти наверняка и этот документ провалится. Также напомню, что против дальнейшей поддержки высказывается и Дональд Трамп. И чем ближе выборы, тем выше его рейтинг и сильнее влияние на республиканцев. Ну а единственный конкурент Трампа от республиканской партии Ники Хейли обратилась за защитой в секретную службу США. Хотя в штабе Хейли не сообщили о конкретных угрозах в ее адрес, но уже дважды Хейли становилась жертвой сватинга. Ложных сообщений в полицию о якобы имевших место правонарушениях по месту ее жительства. Накануне Ники Хейли проиграла на символических праймерис в Неваде. Республиканцы там выбрали в бюллетенях строчку «Против всех». Именно так просил сделать Дональд Трамп. Ну, есть ли теперь хоть какие-то шансы у Ники Хейли вырваться вперед? И что о ней знают простые американцы? Об этом в репортаже корреспондента Бюро Гарри Кригницкого. Это сегодня она упрекает Трампа в уходе от дебатов. Говорит, что тот уделяет больше внимания своим судебным кейсам, чем американским проблемам, особенно внешним, таким как противодействие российской агрессии в Украине. Но мало кого Трамп так ценил, как Ники Хейли в свою бытность президентом. Хейли выросла в семье эмигрантов из Индии. Ее полное имя до замужества не Марата Ники Рандхаба. Больше всего она известна по второму имени, вроде бы такому близкому американскому уху. Но мало кто знает, что в индийской провинции Пинджаб, откуда в Америку и перебрались ее родители, Ники означает «малютка». Впрочем, от этой «малютки» всегда здорово доставалась политическим конкурентам. В 2004-м в ожесточенной борьбе она выиграла выборы в палату представителей родного штата Южная Каролина. В 2010-м, а потом в 2014-м годах избиралась там губернатором. И будучи в этой должности, поддержала Трампа в его эпическом противостоянии с Хиллари, хотя и признавалась, что ранее фанатом Трампа не была. Тот заметил, с какой страстью «малютка» Хиллари критиковала Обама Кейр и другие проекты обамовской администрации, говорила об угрозе социализма. Став президентом, Трамп отправил ее в 2017 году представлять Америку в ООН. Там Хиллари последовательно выступала за ужесточение санкций против России, пока Кремль не вернет Крым Украине. Говорила о пытках геев в Чечне. Выступала с жесткими заявлениями в адрес Китая, Ирана, Сирии. Она – один из главных реализаторов переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, то есть фактического признания священного города израильской территории. Лично поехала в страны, выступавшие против, и убедила проголосовать за искусство сделки. А еще говорила, что Совет ООН по правам человека относится к Израилю хуже, чем к Северной Корее, Ирану и Сирии. И вообще, по сути, стала символом трамповской внешней политики в первый год его президентства. В конце 2018 года Хейли шокировала всех заявлением об отставке. Причем она – одна из немногих, кто ушел от Трампа без громких взаимных упреков. Сам факт, что развод был оформлен не президентским твитом, а почетными проводами в овальном кабинете Белого дома, говорит о многом. Трамп тогда назвал Хейли «особенной» и дал понять, что у нее всегда есть возможность вернуться в администрацию в иной роли. Хейли же назвала Трампа своим другом. После его поражения на выборах 2020 года Хейли говорила Fox News, цитата, «Хватит избивать Трампа. Демократы только этим и занимались и до его избрания, и после. Давайте двигаться дальше». Но потом был штурм Капитолия, и Хейли сказала, цитата из «Политико», «Трамп нас подвел». После этого двери Моролага для малютки Хейли были закрыты. Сегодня она открыто идет против Трампа, как более молодая, умеренная и не имеющая проблем с законом, акцентирует Хейли. Но ее рейтинговое отставание от Трампа все растет. Демократов это расстраивает. С одной стороны, победа Хейли на республиканских праймерис отразила бы запрос консерваторов на менее радикальную риторику. С другой, социологи и политологи говорят, Америка по-прежнему не готова отдать Белый дом женщине. Гарри Книгницкий, бюро «Вашингтон». Сразу в двух городах Калифорнии, Стоктоне и Сакраменто, полицейские арестовали 150 любителей быстрой езды. По версии следствия, молодые люди устраивали на улицах города незаконные гонки. Подозреваемых доставили в полицейский участок, а 88 автомобилей отправили на штрафстоянку. Но вот в некоторых машинах, кстати, было найдено оружие и наркотики. Другим темам трансгендеры в США постоянно сталкиваются с дискриминацией. Это показал недавний крупнейший общенациональный опрос сообщества за всю историю. В исследовании приняли участие 90 тысяч трансгендеров по всей стране. Статистика показывает, что чаще всего они встречают дискриминацию на рабочем месте и в медицинской сфере. Многие респонденты также сообщили о жестоком обращении в школе. Однако подавляющее большинство трансгендеров все же не жалеют о своем решении сменить пол. Водителям такси «Лифт» обещают поднять зарплату. Теперь они будут получать не менее 70% платежа каждого пассажира. Водители «Лифт» и «Убер» уже давно борются за признание их штатными сотрудниками, несмотря на то, что они проиграли уже несколько судов. Однако в прошлом месяце администрация Байдена приняла новое правило, благодаря которому водители смогут претендовать на большее количество льгот. Если вы работаете в этих компаниях, то напишите, пожалуйста, в комментариях, получали ли вы официальные письма от работодателей о повышении зарплаты. Заранее вас благодарю. Сеть магазинов «Таргет» может вести платное членство. Пока там не разглашают подробности, но уже сообщили, что новая программа будет похожей на то, что предлагают «Амазон» и «Волмарт». Ну, то есть подписка может стоить 10-15 долларов в месяц. Но за эту сумму клиенты получат бесплатную доставку плюс дополнительные скидки. Новая программа может быть запущена уже в этом году. Налоговая служба США собирается пополнить казну на сотни миллиардов долларов благодаря налоговому закону Джо Байдена. План, правда, расписан на 10 лет. И за это время АРС хочет собрать 561 миллиард неоплаченных и просроченных налогов. Это стало возможно благодаря закону о сокращении инфляции, который приняли по инициативе президента. После принятия закона АРС получила дополнительное финансирование, что улучшило качество финансовых проверок. Республиканцы пытались блокировать инициативу, так как опасались, что налоговое управление усилит давление на средний бизнес. В свою очередь АРС сосредоточились на крупных компаниях и богатых налоговых мошенников, которые задолжали деньги в казну. И все-таки, насколько серьезно усилились проверки малого и среднего бизнеса со стороны налоговой службы? И какие ошибки лучше избежать, подавая индивидуальные декларации? Об этом узнаем прямо сейчас. К нам присоединяется налоговый эксперт Марина Лернер. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Для тех, кто нас смотрит первый раз, хочу сказать, что Марина занимается налогами уже более 35 лет. Кто не знает, чтобы вы понимали, что у нас сегодня мы работаем только с опытными людьми и профессионалами. Итак, многие мигранты, приехав в США, почти сразу открывают компании. Теперь им надо отчитаться. Какова вероятность, что именно мою компанию проверит налоговое? И как этого избежать? Ну, в первую очередь, полностью избежать возможности проверки невозможно. Это как на рулетке. Но что можно избежать? Это проверки из-за того, что вы не попадаете в national averages. Хороший аккаунтант, когда делает корпорационный income tax, обязательно проверяет вот это вот совпадение по averages. Во всяком случае, у меня в офисе точно проверяют. И даже в персональных Schedule C, типа как даже такие мелочи, как Uber, мы все равно проверяем, или они попали в averages, или что-то sticks out. Если что-то как бы неправильно получается для моего глаза, я прошу людей перепроверить. А вот какие чаще всего попадают под проверки компании? То есть это какие виды компании? Ну вот сейчас очень большая, как мы ее называем, облава для тех, которые S-корпорации, но не платили за зарплаты хозяевам. То есть я понимаю, что все так делают. Это ответ от моих клиентов, которые я получаю. Ну вот зачем мне зарплату, когда никто не платит себе зарплату? Но дело в том, что это получается, что вы уходите от Social Security налога. И это уже ограничит на avoidance of Social Security taxes и наказывается. В этом году будет просто повальные проверки тех, кто не платили себе зарплаты хозяева компаний с S-корпорацией. Марин, то есть в этой ситуации, если ты не платил, то есть ты же не можешь уже назад отмотать время и не допустить эту ошибку. Есть ли какой-то вариант все-таки спастись и не попасть под эту проверку? Есть, конечно, варианты есть. И можно что-то исправить, что-то стоит больше денег, что-то стоит дешевле. Но во всяком случае это исправимо. Во-первых. Во-вторых, если вы уже исправились, на вас поймали и видят, что вы уже исправились, понятно, что вы не можете поменять прошлое, но вы можете поменять будущее. То есть сегодня важно очень просмотреть, если у вас S-корпорация, please, идите к своим аккаунтам, приходите ко мне в офис, делайте зарплату хозяевам. Спасибо большое. Еще у меня один вопрос, связанный с компанией. Говорят, что, ну, по крайней мере, официальная информация, я так понял, даже есть на этот счет. Сейчас обязывают владельцев бизнеса отчитываться о составе учредителей компаний, ну, в том числе и иностранцев. Что важно знать об этом? Действительно ли это так? Это действительно так. Новый закон прошел с 1 января 2024 года. Он касается тех, которые открыли новые компании. У них всего 90 дней отослать эти reports. Те, которые старые компании, у них есть до конца этого года, то есть до 1 января 2025 года. Мы с теми, которые старые компании, тихо ждем. Вдруг будут новые regulations, вдруг какие-то новые законы появятся. Во всяком случае, будет больше ясности. Естественно, те, которые первый раз только открыли компании, там, в принципе, мы даем просто имена хозяевов. Но там гораздо все сложнее, чем просто имена хозяевов. Спасибо огромное. Марина, смотрите, нам, конечно же, отправляют вопросы разные, которые связаны с отчетом налоговым. Их много, но я выбрал для сегодняшнего эфира всего три. Если можно, коротко, да, вот как блиц. Вопросы такие, вы быстро, если можете, отвечайте. Итак, первый вопрос от Алексея Портникова. Он спрашивает, какой доход освобождает от подачи формы 10.40? Алексей, это я быстро отвечу. Для одиночек 13 850, для married filing jointly вдвоем 27 700, для тех, которые married separately 5 долларов. Head of household – это одинокий с ребенком или с определенным рядом зависимых от них людей 20 800. И есть такое понятие, как qualifying widow – это человек, который потерял мужа или жену, но у него есть ребенок. Для них то же самое, как для married couple все еще продолжается два года – 27 700. Если больше, чем 65 лет, там чуть-чуть больше этот кусочек. Для тех, которые self-employed, сами на себя работают. Это граница 400 долларов, гроз полученной за год. Господа, не за месяц, а за год. Спасибо большое. Я хотел сказать, время. Хорошо, а Татьяна Шевкунова спрашивает, нужно ли платить налоги, social security выплат. При определенных доходах – да. Если вы женаты, то есть и ваш общий доход рабочий превышает 32 000, то 50% от вашего social security может стать taxable. В некоторых случаях с большими доходами даже 85% от вашего social security может считываться в налогооблагаемые totals. Если человек сингл, то это 25 000, не половиночка. Но 25 000 – все, что превышает. 25 подсчитывается. Но это не значит, что вы их уплатите. Потому что есть еще такие барьеры, как standard deduction. После того, что оно вошло в подсчет, еще снимается standard deduction. И только тогда мы знаем, или вы будете платить или нет. Я предлагаю вам не гадать, а подойти к специалисту. Спасибо большое. И, конечно же, много вопросов о тех людей, кто работает сам на себя. И вот у нас Никита Лаврисенко спрашивает. Он в такой ситуации. И какой же доход облагается налогом? Есть ли какие-то рамки, когда ты работаешь сам на себя? Когда ты работаешь сам на себя, начиная с 400 долларов в год, начинается social security tax для self-employed в размере 15,3%. Все остальные, федеральный, штатный, городской налог идет по той же шкале, что и все остальные. Но social security начинается выше, чем 400 долларов за год. Чистого дохода, не гроз оборота. Спасибо большое. Не знаю, как вы живете с этими цифрами, с такой информацией. Ну, спасибо огромное. Это, конечно же, очень классно, что мы вас нашли. Вы отвечаете здесь именно на такие сложные вопросы вместе с нами. Я вас благодарю. Налоговый эксперт Марина Лернер была вместе с нами сегодня на YouTube-канале Бюро. Ну, контакты вы видите на экране. Также мы их оставим в описании к этому видео. А, Марина, спасибо огромное. И увидимся в следующий раз. Счастливо, пока. Спасибо, спасибо всем за лайки и комментарии. Мы продолжаем. Кока-кола представила новый вкус напитка. Компания презентовала баночки под названием Coca-Cola Spiced. Попробовать новую колу можно будет с 19 февраля. Газировка имеет вкус малины с нотками специй. Производитель не раскрывает, какие именно специи добавит в новый вариант Coca-Cola. Единственное, что говорят в компании, напиток этот будет немного острым. Кстати, напишите в комментариях, а вы пьете газированные напитки или считаете, что они лишь вредят нашему здоровью? Житель Нью-Йорка и известный комик Кристофер Барнс показал в соцсетях, как в одном из магазинов города сотрудники прячут конфеты в специальные пластиковые контейнеры. Конечно, это не новость, но вот все больше магазинов таким образом пытаются уменьшить количество краж. Наверняка вы в своем городе тоже встречали такую картину. Ну а теперь новости рынка недвижимости. Покупатели жилья надеются, что если ставки по ипотечным кредитам упадут, цены на недвижимость тоже снизятся. Но вот эксперты говорят, что все не так просто, ведь более высокая доступность объектов недвижимости привлечет больше покупателей. Так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться. И прямо сейчас к нам присоединяется из Флориды основатель компании IQ Rate Mortgages Давид Казарян. Давид, здравствуйте. Денис, добрый день. Спасибо огромное, что нашли время. Итак, скажите, вы тоже так считаете, что если ставки по ипотеке будут падать, кстати, какая сейчас ситуация, тоже сообщите нам, это приведет к огромному спросу среди покупателей, цены тогда взлетят или нет? Денис, традиционно цена недвижимости очень тесно связана с ценой займа. То есть, я бы сказал, это как две разные концы одной и той же парки. Когда цены на проценты падают, то обязательно цены на недвижимость поднимаются вверх. Всегда так было. Было так во время ковида, когда мы наблюдали низкие проценты, из-за этого мы еще наблюдали резкий скачок цен. Это обязательно так. И я надеюсь и думаю, что да, в этом году проценты будут продолжаться очень медленно ползти вниз, но они к минимуму своему достигнут где-то к середине следующего года. И это уже как бы отмечается, будет как бы, вот тогда вот цены начнут очень резко подниматься. А сегодня ставки на ипотеку, сразу спрошу, вот на этой неделе, они снижаются, да? То есть, мы видим это сейчас. Я вот сегодня утром увидел очень маленькое, как бы, продвижение вниз. Это наш клиент, повседневный клиент, не будет чувствовать. Да, в ньюс-компании, в ньюс-артиклзах, это очень часто говорят, рекламируют, что и клиенты мне сегодня звонили, давить, цены упали. На самом деле, это на процентных ставках еще не будет как бы существенно показывать. Еще рано. Да, спасибо большое. Вы знаете, многие смотрят наш ютуб-канал Бюро, и вот нам написала подписчица, ее зовут Ирина Шапира. Я коротко перескажу ее историю, очень интересная. Она говорит, что мы жили в Бруклине в 90-е годы, и все это время они искали квартиру в кондоминимуме. И вот цены были высокие тогда, относительно зарплаты. Сегодня они кажутся просто смешными, об этом нам написала Ирина. И даунпеймент, конечно же, тогда был смешной всего 5%. Это на самом деле реально интересно. И вот так они не решались почти 30 лет купить все-таки квартиру. 5 лет назад купили дом в Нью-Джерси. И вот за 5 лет сейчас на сайтах по продаже недвижимости цена дома выросла на 450 тысяч. И вот сожалеет Ирина, что не рискнула раньше это сделать. Как вы поддерживаете вот такую точку зрения? Если, например, купить недвижимость в этом году, то какие прогнозы? Стоимость, вот вы можете стопроцентную дать гарантию, что стоимость вырастет этого дома? Ну, Денис, посмотрите. Я сейчас отвечу на этот вопрос, но Ирине я бы просто сказал, что через 5, от 5 до 7 лет я все-таки думаю, если смотреть обратно на 2024 год, то сейчас цены будут казаться смешными через 5, 7 лет, потому что я более чем уверен, я на 100% уверен, что проценты будут очень-очень, не проценты, а цены на дома вырастут очень резко. Я сейчас объясню быстро, коротко, да, Денис, почему? Посмотрите, во-первых, нам Федеральная резервная система уже обещала, что она 3 раза в этом году будет понижать проценты, по четверть, я думаю, каждые 4 месяца по четверть проценты будут падать, это уже будет влиять на маркет. надо понимать, что с 2022 года, когда проценты начали подниматься, люди начали ждать. Сейчас есть уже третий год, огромное количество людей, которые ждут, чтобы ставки понизили, чтобы они обратно поехали на маркет. это количество людей, оно огромное, то есть 3 года в основном все люди, которые хотели бы купить дома, они не купили, они еще ждут. Плюс, если к этому факту еще добавить тот факт, что в Америке уже больше чем десяток лет у нас инвентаря мало, у нас уже оттого малое количество домов на маркете, то когда проценты будут понижаться, и эти люди начнут медленно возвращаться на маркет, и на маркете уже меньше домов, то других вариантов, альтернатив, Денис, я не вижу процентов, эти цены на домов будут повышаться, будут повышаться очень резко, особенно в следующем году, когда мы будем наблюдать как бы минимум, как бы баром этих процентов. Да, спасибо большое, извините, я вас перебью, потому что еще один вопрос, коротко-коротко, потому что времени нет, новостей много. Скажите, если я в этом году решил, что в следующем году я буду покупать дом, недвижимость с помощью ипотеки, что самое главное нужно сделать на этапе подготовки, вот на данный момент, не знаю, повысить свой кредитный рейтинг, или что-то еще, вот самое главное, скажите, что нужно сделать в этом году. Самое главное, и, Денис, ипотека, это три главных ингредиента, это ваш кредит рейтинг, это ваш доход, и ваши активы, ваш даунпеймент, значит, если у вас будет хороший кредитный рейтинг, хороший очок, у вас будут меньше задолженностей, чем меньше у вас долгов, тем больше вам ипотеки дадут, то есть, если у вас есть вещи, машина, там, мебель, которую вы хотите финансировать, я бы все-таки подождал, по возможности, купил дом, потом бы это все пофинансировал, то есть, меньше долгов, выше кредит скор, если вы самозанятый человек, то обязательно надо, чтобы ваш лоунофицер, лучше, конечно, это был я, лоунофицер, чтобы он общался с вашим бухгалтером. Да, ну, в общем, это длинная, да, история, спасибо большое, мне кажется, для начала хватит, для тех, кто начнет готовиться, поэтому, да, спасибо огромное, если у кого-то есть дополнительные вопросы, задавайте в комментариях, либо связывайтесь с Давидом, спасибо, основатель компании IQ Rate Mortgages, Давид Казарян, был вместе с нами на YouTube-канале Бюро, берегите себя, увидимся в следующий раз. Спасибо, что смотрите нас, я Денис Чередов, мы продолжаем. Тема подорожания яиц в США, здесь на YouTube-канале Бюро, вчера вызвала бурю эмоций и комментариев, и вот сегодня мы решили вновь поговорить о яйцах. Оказывается, многие американцы покупают яйца не в магазинах, а на маленьких фермах, так делает и наша подписчица, жительница Алабамы Оксана, она отправила нам небольшой сюжет об этом, давайте посмотрим. Всем привет, Денис, ты часто спрашиваешь, откуда вы меня смотрите, что происходит в ваших краях, я эмигрант с 25-летним стажем, приветствую тебя из Алабамы, смотри, меня курочки окружают. Мы покупаем яйца у бабушки по имени Хеллен. Я не могу быть рядом здесь, так... О, мой Бог! Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я покажу вам американца, риэлтора, трак-драйвера Ивана Он расскажет интересные вещи о яйцах, которые я не знала О, реально? Нет, каждые два дня вы их ротируете И они никогда не должны идти в риэлтор Так что, когда вы их чистите и поставите в риэлтор, они будут плохо, если вы не едете Но вы можете вытаскивать эти яйца, как вы хотите А я благодарю Оксану за это видео И напомню, что если вы хотите знать больше о жизни жителей Алабамы Подписывайтесь на YouTube канал Оксаны Он так и называется Оксана Алабама Автор этого канала также общается с американцами И все интервью выкладывает у себя на канале Рассказывает о буднях в теплой глубинке США, ремонте домах Так как Оксана работает риэлтором Ну и на канале вы еще найдете ролики о воспитании детей Так что подписывайтесь, а ссылку на канал мы оставим в описании к этому видео Огромное спасибо всем подписчикам YouTube канала Бюро Кто стал участником нашего флешмоба под названием Фотографии, когда мне был 21 год Мы получили десятки снимков на почту и в телеграм-канал Чередов Нью-Йорк Но я начну с себя Итак, на этом фото мне, скажем так, примерно 21 год Этот снимок был сделан за несколько дней до поступления в Педагогический университет Благовещенска Ну а вот и ваши фотографии Спасибо Надежде Еременко, Елене Пархоменко, Алене Шкиль, Вадиму Заговоротцеву Ну а также многим другим, кто отправил нам свои снимки Да, как молоды мы были, это уж точно Но ничего не поделаешь, молодость не вернуть Но я точно могу сказать, что у меня были счастливые школьные и студенческие года Ну а потом и головокружительная жизнь в Москве, которую мне кажется я покорил Извините за такую нескромность В Калифорнии медведь предсказал победителя Супербола Сотрудники зоопарка поставили перед медведем по имени Корица два футбольных мяча Из Папье Маше с его любимыми угощениями И вот на каждом был логотип команды В итоге мышка выбрал Канзас Сити Чифс Ну вот в зоопарке говорят, что Корица предсказывает победителей уже много лет И в 85% его предсказания сбываются На сегодня все, я Денис Чередов Как всегда благодарю всех, кто смотрит наши выпуски Не забудьте поставить лайк этому видео Напишите пару слов в комментариях Если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом Прямо под этим видео есть кнопка Суперспасибо Вы можете перевести нам небольшую сумму Спасибо вам за лайки, спасибо, что смотрите Увидимся завтра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok